Всем привет! И сегодня в этом видео мы поговорим с вами об iOS 14 и это будет своего рода неполный-полный обзор, поскольку я отобрал для вас только самые интересные и крутые фишки, которыми вы 100% будете пользоваться и которые каждый из вас будет обязан попробовать после установки бета-версии iOS 14. Я не буду рассказывать про какие-то тонкости, мелочи, плюс 50, 190, 300 новых функций и фишек, потому что, как показывает практика, большинство людей, практически 99% владельцев iPhone или iPad, этими самыми тонкостями, тонкостями вообще в принципе не пользуются и даже не задумываются, что они есть, потому что на общее восприятие системы они не влияют. В общем, присаживайтесь поудобнее, будет максимально интересно, классно и информативно, ну и также, соответственно, весело. В общем-то, как и всегда, погнали! Неудачно обновили свой iPhone? Ваш телефон не включается? iTunes выдает ошибку, а вы не понимаете, в чем же дело? Rayboot — это полезная утилита с максимально понятным интерфейсом, которая поможет вам вывести iPhone из вечного яблока, избавиться от синего экрана смерти и восстановить устройство, несмотря на ошибки 4005 от iTunes. Кстати, программа полностью бесплатна и доступна по ссылке в описании. Начнем с самого крутого — новых обоин. Их целых три, и все они меняют свою цветовую гамму в зависимости от цвета настроения черного или белого. Кстати, ссылки на эти обои в высоком разрешении находятся в описании под этим роликом. Просто браво инженерам Apple за мощнейшую в истории iOS реорганизацию рабочего стола. В кои-то веки виджеты стали не просто болтающейся пустышкой в отдельной шторке, а по-настоящему полезным дополнением рабочего стола наряду с многими приложениями. Мой самый любимый — это Stock Widget, так называемый, где собрано абсолютно все, начиная с погоды и кончая активностью Apple Watch и фотографиями. Сортировка приложений — мегаудобная штука. Мало того, что теперь у нас вся библиотека программ отсортирована в алфавитном порядке, так и прошивка сама сортирует все программы по папкам в зависимости, какой категории принадлежит то или иное приложение. Вот это действительно круто! Мое почтение и снимаю шляпу! Ко всему прочему, у нас появилась возможность скрывать не просто одно приложение, которое нам не нужно, но и целые рабочие столы. Я настроил себе один рабочий стол, чтобы выглядело максимально минималистично. Прямо огонь! Честно, я в восторге! Следующий момент — плавность работы. Я был удивлен, но iOS 14 работает действительно сносно, а что самое главное — шустро и максимально плавно. За несколько суток активного использования я ни разу не увидел явных багов, зависаний и подлагиваний. Полезная информация. Шутки шутками, но посмотрите, как же забавно выглядят виджеты на рабочем столе при предпросмотре того, как будет выглядеть стандартная обоина на наших устройствах. Изменили отображение контента в поиске Spotlight. Теперь нужная нам информация, как приложение, выделяется серым контуром. В настройках появился отдельный пункт экрана домой, где можно настроить отображение только что загруженных приложений на рабочем столе или в общей библиотеке, а также настройка показа уведомлений в самой библиотеке приложений. Обновили Siri. Теперь ассистент по заявлениям Apple стал умнее и может обрабатывать еще больше запросов. Кроме того, обновили и внешний вид голосового помощника. Теперь, если у вас телефон поставлен на беззвучный режим, Siri вас слышать не будет. Приватность и конфиденциальность. Ну что тут еще сказать. Кстати, о внешнем виде. Ну тут, мне кажется, вообще без комментариев. Однако, если вы консервативных взглядов на iOS, внешний вид вызова можно изменить в настройках в разделе «Телефон» в пункте «Входящие вызовы». На секундочку, поддерживаться новая шторка будет не только в стандартном приложении, но и в сторонних программах, как WhatsApp, Skype, Viber и так далее. В iOS 14 и Apple добавили трекер сна, который прекрасно будет работать в паре с Apple Watch. Честно говоря, я не любитель этого всего, однако кому-то может быть максимально полезным. А что думаете об этом вы? Пишите в комментариях. Изменили настройку самого будильника. Теперь время выставляется при помощи клавиатуры, а не прокрутки часов и минут. Не знаю, как вам, но по мне раньше было намного круче. Уникальность какая-то эстетика что ли. Обновление затронули и камеру. Теперь появилась возможность быстрой записи видео простым удержанием кнопки фото. Большинство настроек, как размер фотографии, таймеры, фильтры вынесли в отдельную шторку. Но самое крутое. Появилась возможность прямиком из камеры менять параметры съемки видео, как частота кадров в секунду, а также разрешение самой картинки. Все это можно сделать простым тапом по параметрам в верхнем правом углу. Думаю, что на протяжении всего обзора вы уже заметили небольшую точку в верхнем правом углу. Это индикатор, показывающий, использует ли то или иное приложение микрофон либо камеру для записи аудио или видеоматериалов. Удобно. Изменили внешний вид мелких элементов интерфейса. Выглядит иначе ромашка в статусе загрузки, а также меню параметра выбора источника выхода звука при звонке на телефоне. В настройках камеры появилась долгожданная многими опция так называемого отзеркаливания фотографии при создании селфи. Теперь фото с фронтальной камеры отображаются надлежащим образом. Картинка в картинке. Долгожданная фишка, которая будет поддерживаться различными приложениями. Пока что у меня работает только в браузере Safari. Стройный переводчик. Максимально удобная функция. На данный момент в системе поддерживается порядка 11 самых популярных языков мира. Работает эта штука даже без интернета. К тому же перевод выдается грамотным, с пунктуациями и так далее. То есть лучше, чем у всяких приложений, это точно. Однако для изучения иностранного языка это не подходящий вариант. Говорю вам сразу, ибо использовать стройный переводчик стоит лишь для коммуникации в базовых целях. Изменили внешний вид сортировки папок в стандартных заметках. Подредактировали и клавиатуру. Появилась возможность поиска по смайликам. Например, если написать слово «еда», система будет выдавать вам различные варианты, наиболее подходящие под ваш запрос. Диктофоны, все сделанные записи в нем стали намного лучше. Теперь есть возможность улучшать голосовой файл в пару кликов. Фишка с улучшением записи позволяет подчеркнуть ваш голос, а также заглушить посторонние звуки на заднем фоне. Изменили внешний вид стандартного приложения «Музыка». Треки сортируются по-новому, а обложки композиции стали гораздо больше. Выглядит неоднозначно, но мне нравится. Теперь, конечно же, один из главных вопросов – на какие устройства можно установить iOS 14 в стадии бета-тестирования прямо сейчас. Америку, конечно же, я вам прямо сейчас не открою, поскольку поддерживаются абсолютно все устройства с iOS 13 на борту. То есть нынешние iPhone SE первого поколения, iPhone 6s и так далее и тому подобное. Вы не поверите, как же мне было приятно, что я ошибся в одном из предыдущих роликов, где мы с вами обсуждали слухи насчет новой iOS 14, где я предположил, что, скорее всего, Apple может отказаться от поддержки iPhone SE 1 и также iPhone 6s, потому что сами по себе девайсы уже довольно ветеранистые, виды повидали и все такое. Но мало того, что Apple добавила в поддержку эти устройства, так еще и не обделила их всеми теми фишками, которые наделены даже самые последние iPhone на этой версии операционной системы. iOS 14 – это по-настоящему большой апдейт, который будет обновляться, меняться, кастомизироваться с течением еще двух последующих летних месяцев. Поэтому ставить прошивку сейчас я, в принципе, рекомендую, поскольку работает она относительно бета действительно стабильно, несмотря на то, что все равно в системе есть плюс-минус какие-то шероховатости, неровности и так далее. Но, тем не менее, относительно стадии бета-тестирования прошивка ведет себя очень-очень достойно, поэтому сейчас расскажу, как ее установить буквально за одну минуту. Для того, чтобы установить iOS 14 практически за одну минуту, не нужно никаких усилий, компьютеров и так далее. Все, что вам потребуется – это стабильное интернет-соединение, именно Wi-Fi и не режим модема. Это очень важно. А также на всякий случай создайте резервную копию, чтобы на случай чего можно было без проблем откатиться обратно на стабильно работающую iOS 13. Мы переходим в браузер Safari и также после этого открываем ссылку на сайт, который я оставлю в описании под этим роликом. Дальше у нас появляется вот такая страничка с Google Drive, где нам нужно нажать на одну единственную кнопочку «Download». Не беспокойтесь, никакой рекламы здесь точно не будет. Дальше у нас появляется диалоговое окно, в котором нам нужно согласиться с установкой профиля. Далее мы переходим в «Настройки», раздел «Основные» и ищем пункт «Профили», где у нас будет установленный профиль, iOS 14, бета-софтвэр, профайл и так далее и тому подобное. Мы его, конечно же, устанавливаем, вводим пароль на от нашего устройства и обязательно перезагружаем наш девайс. После всего этого действия мы, конечно же, заходим еще раз в «Настройки», «Основные» и уже в пункт «Обновление ПО», где у нас будет загружаться и подготавливаться к обновлению iOS 14 бета-1. Вот так вот все просто. Я надеюсь, что это видео было для вас максимально полезным. И если это так, то обязательно подписывайтесь на канал. Красная кнопочка с подпиской будет где-нибудь вот здесь вот. И также ставьте лайки, потому что чем больше лайков мы собираем на наших роликах, тем быстрее выходят новые, классные, не менее качественные информативные выпуски. Такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok